Сотрудники познадзора вышли в рейд по отселенным домам спустя три дня с момента крупного пожара в центре Самары. По статистике, каждое седьмое возгорание происходит по вине бродяг и мигрантов. Которые зачастую обитают как раз в заброшенных зданиях. Алёна Алёшина об опасном соседстве, домах без окон и дверей и о том, что с ними со всеми делать. Пожар застал жильцов дома по улице Буянова врасплох. Всё произошло в минувшую пятницу. В подвале замкнуло электропроводку. Пламя перекинулось на соседние квартиры. Там была женщина в той квартире. Она услышала запах, она почувствовала запах. Когда выскочилась тоже на веранду, уже всё горело. Хозяйка этой квартиры 80-летняя пенсионерка. Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, одинокая старушка сдавала комнаты. Постояльцы, жители Узбекистана. Именно они находились в момент пожара в подвале. Бахтияр Набиев первым приехал по звонку земляков. Когда я приехал, уже был пожар из подвала. Начал. Здесь был дым. Мы сразу бежали домой. И отсюда собрали все документы. У бабушкины деньги. Убрали всё. А потом пришли пожарники. Спустя три дня на месте ЧП сотрудники госпожнадзора проводят профилактический рейд. В доме по Буяново полностью сгорела деревянная крыша. Залатать её своими силами по горельцам вряд ли удастся. Здание ещё до пожара признано ветхим. А это уже дом по Маяковскому. Попасть можно только через окно. Два года назад в результате поджога в нём погибли три человека. Остальных жильцов расселили, а ветхое строение облюбовали бомжи. Опасность данного здания в том, что имеется доступ к посторонних лиц. Дом отключен от коммуникации и жизнеобеспечения. И при наличии в нём людей без определённого места жительства, здесь разводят костры, готовят себе еду. И тем самым не соблюдается никакие меры пожарной безопасности. О необходимости сноса ветхих строений, находящихся в муниципальной собственности, сотрудники пожнадзора регулярно информируют власти города. Только на территории Ленинского района таких домов около 60. Алена Алёшина, Александр Ерофеев. Новости губернии.